приветствую вас друзья всем доброго времени суток в предыдущем видео мы клали плитку под паркет в ускоренном виде в данном видео мы будем класть ковер ну а что у нас из этого получится мы сейчас увидим поехали после разметки ковра приступаем к ее облицовки ну а для укладки плитки на ковер я приобрел раздвижную гребенку 8 миллиметров так как напольная плитка отличается по толщине с плитки на ковер напольную плитку будем класть на гребенку 10 миллиметров а на ковер гребенкой 8 миллиметров ну что приступим к облицовке ковра клей применяю классом c2 в моем случае это царизит sm16 он также подходит для теплого пола ну и как всегда проверим что у нас получается без промазки плит как вы видите заполнение клеем почти на сто процентов и нам не нужно ее промазывать все же эти лишние движения притормозят работу что очень сильно отразится на наши сроки поэтому мы быстро и непринужденно облицуем наш ковер а и Посмотрел у своих коллег вот такой вот интересный венчик. Говорят, очень хорошо перебивает клей. Сейчас мы это проверим. Ну и чтоб у нас этот венчик не порвал ведро, я приобрел специальные ведра, сделанные из армирующего пластика, который якобы невозможно сломать. Мы это также сейчас проверим. У 12 литрового ведра имеется усиленное дно. Короче, сейчас проверим, как это все работает. Засыпаем клей и мешаем. Споласкиваем венчик и вы видите, что все получилось четко. Друзья, обратите внимание, край ковра должен повторять край рисунка на потолке. Ковер должен полностью дублировать потолок. Между напольной плиткой и ковром будет проходить фриз. Ну а предыдущую работу мы затерли и накрыли бумагой. Далее мы приступаем к облицовке фриза. Субтитры создавал DimaTorzok Весь фриз мы изготавливали сами. Все подробности есть в первой части. И я оставлю ссылку в описании видео. Субтитры создавал DimaTorzok Размер фриза изготавливаем по факту, отталкиваясь от целой напольной плитки. Итак, приготовили подрезки. Вставляем клипсы и проходим пылесосом. Далее производим облицовку фриза. Произвели укладку фриза, после чего подготовим полы к облицовке напольной плитки. Подготовили гребенку в нужный нам размер и начинаем укладку керамогранита. После окончания всех работ подготавливаем плитку к затирке. И в этом нам поможет вот этот новый инструмент. В ближайшем будущем вы скоро сможете увидеть полный обзор по этому чуду инструменту для удаления и чистки швов. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.